Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. Эта акция подорожала почти на 3%, до 234 тенге. Из последних корпоративных новостей эмитента стоит отметить, что в ноябре текущего года агентство Moody's подтвердило рейтинги банка и улучшило прогноз до уровня позитивный. По мнению аналитиков агентства, позитивный прогноз БЦК по международным рейтингам и повышение рейтингов по национальной шкале отражает улучшение качества активов и прибыльности, которое, по ожиданиям Moody's, продолжится в течение последующих 12-18 месяцев. Доходность операции «Репост» с государственными ценами бумагами сроком на один день повысилась на 4 базисных пункта до уровня 10,2%. Доходность однодневных долларовых свопов понизилась на 24 базисных пункта до отметки 10,5% годовых. По итогам торговой сессии четверга тенге ослаб к доллару США на 12 тенге до 386 тенге 31 тенге. Российский рубль испытывает некоторое давление и дешевеет к доллару США на 64 рублей. Цены на нефть немного снижаются до 62,8 долларов США. Этому способствовали данные о росте запасов США на прошедшей неделе. Таким образом, рынок показывает избыток предложения в преддверии встречи ОПЕК+, на которой, вероятно, не будет принято решение о дальнейшем сокращении добычи, а лишь подтвердятся намерения участников сохранять действующие ограничения до лета 2020 года. Средний взвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 386 тенге 30 тенг. Суммарный объем торгов за сегодня составил 135 млн долларов США. Курс тенге к российскому рублю укрепился на 1 тенге и составил 6 тенге 3 тенг. Курс тенге к европейской валюте ослаб на 33 тенг и составил 425 тенге 30 тенг. Курс тенге к китайскому юаню ослаб на 5 тенг до 55 тенге. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии. Редактор субтитров А.Семкин